Володя, тебе скажу, когда начнешь. Все, можно начать, да? Да. Вот в связи с вашей пресс-конференцией, которая прошла 4 ноября, стало понятно, что МВД покровительствует наркотрафик в Молдове. Не могли бы вы обрисовать детали и данную ситуацию? Вы имеете в виду в целом или именно по пресс-конференции, которые мы проводили? В целом, конечно, мы знаем о том, что если наркотические вещества завозятся в республику, если они на территории Молдовы выращиваются, если они продаются, распределяются, если трафиканты наркотиков свободно ходят по республике, если суды не привлекают к ответственности, если употребляют много лиц наркотические вещества, мы знаем и особенное число молодежи, значит, все это под чьё-то прикрытие, да? Чьё-то прикрытие. Конечно, это работа полиции. И от числа лиц, которые употребляют наркотики, значит, зависит их работа. Я считаю, что практически работа не проводится в данном направлении. Вот на пресс-конференции было озвучено, прозвучало имя, поправьте меня, если я не прав, Авиарела Чибану, по-моему, который является министром ВД. Насколько мне стало ясно, он как минимум осведомлён ситуацией, которая творится с наркотрафиком. Это так? Ну, он Вячеслав Чибан, это замминистра. В настоящее время он выполняет начальник департамента Карабинера, поэтому как бы поменьше. На него сейчас возлагается ответственность в связи с реализацией наркотиков. Больше это относится к работе главного инспектората полиции, к инспекторату по расследованию, значит, оперативных служб. Так называется ИНИ, инспекторату национальной инвестигации. Конечно, они отвечают за эту работу, есть создано и управление по борьбе с наркотрафиком. Однако, я же говорю, что работа не проводится, работники полиции заняты совсем другими делами. Сейчас они, например, на протяжении нескольких месяцев полиция занята политикой. Мы это знаем. Значит, на высшее руководство МВД, частенько заезжают по инспекторатам полиции, когда проводят разные сомнительные совещания. Под видом вы знаете, что вы должны сделать, вы знаете, за кого ваши семьи, родственники должны голосовать. Значит, чисто занимается политикой не работой, той, которая должна работать, а именно политикой. Поэтому и преступники свободно за это время занимаются продажей наркотиков, если что касается наркотиков, но и совершением ряда других преступлений. Далее, ну вот мы не раз обращались в компетентные органы, в частности, мы обращались в министерство, в прокуратуру, вот вы не обращались. Однако никакой должной реакции не последовало. Говоря о прокуратуре, она до сих пор от нас скрывается. Мы отправляли корреспондентов, однако в прокуратуру у нас не получилось встретиться с пресс-секретарем. Мы отправили запрос в пресс-службу, они не ответили. Также название вам какой-то период времени и никакой должной реакции. В МВД заявления, прозвучавшие на пресс-конференции, назвали фальшивыми, очерняющими достоинства министерства. Ну, единственные, кто более-менее отреагировал, это вот генеральный инспекторат полиции, которые, ну, правда, ограничились служебным расследованием. По какой это причине? Почему они так скрываются? Мне тоже интересно, потому что вот уже больше недели прошло после как мы провели пресс-конференцию. И я вам скажу, что никакой реакции нету ни с прокуратуры, ни с полиции. Есть реакция, значит, в адрес меня. Реакция есть, потому что бывший мой заместитель, есть такой Анатолий Пустико, перебеженец из Сиба, который и там себя не нашел, и тут себя не нашел, каким-то образом прилип и к либеральной демократической партии, где он постоянно участвует на заседании их бюро и так далее. И его назначили, значит, после того, как я ушел, назначили начальником сервича секретарта интерна, ну, СПИА сейчас называется. Конечно, для меня этот был не то что, и непонятно как, в принципе, не шок, а непонятно, как его назначили туда, потому что человек вообще не обладает никаких качеств. Он, в принципе, именно что касается по наркотикам, он имел эту информацию. Они не проводили никакую работу, никакие мероприятия, и они должны были провести служебное расследование в адрес вот этих вот сотрудников. Значит, я вам скажу, что ничего не проводится. Но зато в отношении меня он собрал там какие-то материалы, которые, в принципе, были подписаны мною в процессе, когда я выполнял должность начальника департамента. Не знаю, что он нашел, какой-то мусор, наверное. И нашел, и понес быстренько, у меня это свежая информация, это сегодняшняя информация, понес быстренько к господину министру, показать, что вот, на Майдука мы выкопали, значит, какую-то информацию, вот, как вы думаете, тянет на какое-то, если мы еще что-то допишем, тянет на какое-то уголовное дело? В принципе, я считаю, что недолго осталось и этому бравому министру, и постейке, который должен заниматься служебными расследованиями, и выявлять преступников в погонах, которые совершают разные преступления, не ходить по базару и спрашивать у старушек, сколько продали капусты или огурцов, потому что его основная деятельность ходить по базару. Сейчас есть у меня, в принципе, кое-какие доказательства, почему там ходят. Они крышуют базар, именно магазины, и тем самым они, типа, борются с, я знаю, с нарушениями, которые совершают работники полиции. Конечно, с этим вопросом, я думаю, что после выборов, после смены руководства, придет честный, порядочный министр. Другие, я думаю, руководители будут МВД, которые, в принципе, разберутся в этой ситуации. Ну, вот я правильно вас понял, что сейчас, получается, что начинается преследование в ваш адрес в связи как раз с теми заявлениями, которые прозвучали на пресс-конференции? Да, начинается. Значит, у меня есть пару фирм, с кем, которые я работал и до полиции еще, значит, по указанию министра. Собираются какие-то материалы, значит, есть такой Чубачук, инспектор, то есть начальник отделения, он или отдела, начальник отдела экономической полиции, который собирает на меня информацию какую-то там для возбуждения уголовного дела. В принципе, я не боюсь, я чист. У меня фирмы есть, но у меня, я все работаю по закону. Значит, если у меня есть база отдыха, которая работала летом, я, будем считать, ни одна бутылка воды не прошла без кассового аппарата. Поэтому не переживаю за то, что и со стороны налоговой службы, значит, то же самое были проверки. Я самый, моя фирма, одна из фирм, самый хороший плательщик налогов. В связи с тем выдали удостоверение. Значит, господин Лянко выдал специальное удостоверение о том, что мы хорошие плательщики налогов. Не знаю, что они будут проверять, но это понятно, что это по заказу. По заказу после моего выступления начинается на меня прессинг. Есть ли у Вашей организации контр-коррупции какой-то комплекс мер, который мог бы улучшить ситуацию в Министерстве внутренних дел? Есть, конечно, потому что у нас организация в основном состоит из бывших работников полиции, есть работник прокуратуры, бывший, значит, есть из центра, есть сотрудники из педагогических учреждений, которые, в принципе, не были последними людьми в этих организациях. И есть ряд, я знаю, и предложений, и как улучшить эту работу. Но я вам скажу, что вы обратили внимание, что никто даже не хочет с вами разговаривать. Не то, что они не хотят с вами разговаривать, им нечем вам сказать. Поэтому ни в прокуратуре, ни в полиции, каждый, я вам говорю, что сейчас они заняты политикой, каждый по своим, кому служат, тем по ханам, кому принадлежат. И вот ситуация такова, и нам, в принципе, и некуда стучать сейчас, потому что мы стучим в пустую дверь, откуда нет ответа, значит. А принадлежите ли вы какой-нибудь партии и являлись ли частью когда-нибудь политических партий? Ну, я вообще был когда-то, значит, давно, это было 2000, по-моему, четвертый год, когда партия социал-демократов, значит, была под руководством Ивана Мушука. Значит, я хороших отношений, я бы сказал, что мы были хорошими друзьями, значит, и остались. Тогда я был в этой партии немного, а больше не состоял ни в какой партии. Значит, до прихода в МВД, значит, был советником, советником от демократической партии в Иловьямском районе, но я не состоял в партии. Значит, и оттуда ушел, ушел оттуда в МВД, после чего, в принципе, до настоящего момента не состоял ни в какой партии, и у меня, и я такой человек, что как бы не имею хозяина. Я считаю, что, в принципе, когда есть, принадлежишь кому-то, значит, обязательно поступают разного рода указания. Значит, я такой, что, если я считаю, что указания неправильные, я не выполняю это указание. Я не угоден, как бы, ни тем, ни этим. В таком случае, значит, я могу сказать, что я не состоял ни в какой партии, а, конечно, симпатизирую кому-то, какой-то партии. Конечно, есть у меня симпатия какой-то партии, за кого я буду голосовать, но не собираюсь ни сейчас, ни, я знаю, дальше, где состоять в какой-то партии и участвовать. Для меня лично участие в политике, меня-то не интересует политика. Меня интересует, конечно, я бывший работник полиции, и я вижу, что творится в МВД. Не хочется и не хотелось возвращаться обратно. Так получилось, что я вернулся на какой-то, на год с чем-то. Сейчас, если вы спросите, как я вижу, хочется вернуться, хочется еще работать в МВД, я скажу, что в настоящее время я бы вернулся только из-за принципа. Потому что некоторые, если бы я вернулся обратно, я думаю, и для того, чтобы я не возвращался обратно, некоторые руководители МВД должны стоять у церкви и в очередь, и молиться, чтобы я обратно не вернулся. Потому что кое-кому просто-напросто не то, что чемоданы придется упаковывать, а и готовить себе, наверное, с этого времени готовить себе какие-то теплые местечки. в педенциальных учреждениях. Так, чтобы было непонятно. Ну, к следующему вопросу. Какова Ваша точка зрения на инцидент, произошедший в аэропорту о столкновениях компотантов и представителей Тирасполя? Конечно, я считаю, что я сам участник боевых действий. Скажу, что это то, что произошло, это упущение наших властей. не одобряю в принципе и вот то, что случилось, но и сильно как бы не критикую то, что вот инцидент произошел. Почему? Потому что, например, если мы... Конечно, от этого может произойти большой конфликт. Это понятно всем. значит, ну, например, значит, какой-то наш руководитель, но даже я не говорю о президенте, о премьер-министре, а какой-то министр поедет без никаких, я знаю, соглашений, без разрешения на территорию Пенестровья. Конечно, возникнет проблема. Нужно согласовывать все поездки министров. Кроме этого, мы знаем, что есть список министров, которые не имеют права заезжать на территорию Пенестровья. персонононград, так называемый. Я читаю, упущение наших властей в чем? Потому что вот эти вот все передвижения руководства Пренестровья должны координироваться нашими спецслужбами, МВД, для того, чтобы они обеспечивали свободный доступ к, я знаю, в аэропорт, к транспорту, передвижении, соглашении, и так далее. А у нас, в принципе, считают, что никому до этого дела нет. И я еще раз говорю, что это, я считаю, что это виноваты только руководство нашей страны. Что случилось, что нет такого меморандума или соглашения о том, чтобы руководители Пренестровья заезжали на территорию республики, но с разрешением наших властей и сопровождением наших властей. Потому что, конечно, и комбатантов понять тоже можно. 8 или 10 человек охранников. Непонятно, что за люди. Хорошо, что Чечука знают в лицо, а остальных не знают. Поэтому с оружием и они, не с оружием. Здесь возникает вопрос. И не одобряю то, что случилось. И этот случай я считаю, что он не должен повториться. Хотя, хотя, значит, после первого раза, когда этот инцидент был с журналистами в дискете МД, СИС наш, значит, МВД, опять наш министр и руководство МВД должны были открыть глаза на это. Они оставили самотеком, пускай идет так. Не знаю, для чего. Понятно. Ну, последнее. Какой Ваш прогноз на ситуацию после выборов в Молдове? Ну, поскольку я вижу, что, я смотрю, как политические наши деятели, даже, даже, есть руководитель, я не буду как бы называть его, потому что он не заслуживает, что его всегда рекламировали. Значит, мы знаем, что был снят с должности за коррупцию. мы видим, что опять по списку этой партии это же лицо. Мы видим, что это же лицо участвует во многих разных конференциях за границей, встречи с большими комиссарами европейскими. Нету ни одной, значит, ни одного детского сада, который, какое оно отношение вообще к этому имеет, чтобы он обязательно выступил, чтобы он обязательно появился перед камерами. Знаете, вот иногда кажется, что он уже не осталось ничего делать, как только и ждет, какие вот ворота откроются, я не знаю, там, для того, чтобы он показался там, что он тоже принимал участие в чего-то там, ремонт детского садика или, или, я знаю, ремонт больницы там, иногда даже доходит до смешного. Вот я так понимаю, что и эти же люди, эти же лица, конечно, будут после выборов рваться в власть. Народ, конечно, недоволен. Непонятно, как выборы вообще покажут, потому что лично, лично я вижу, что и в разговоре со многими людьми люди недовольны. Именно, что вот эти кандидаты идут по списку к те же партии, которые были у власти до сих пор. Они уже показали, что ничего не сделали и показали, что за время ихнего правления в стране. Цены поднялись. Я говорю, что люди говорят, простые люди, они, что цены поднялись, что жизнь стала тяжелее. Поэтому я думаю, что если еще слухи такие, много идут слухов, что будет фальсификация и так далее, недалеко до того, что люди могут выйти на улицу. И это самое опасное. Да, вот в принципе как бы тут по вопросу все. Можно я задам еще один вопрос? Так, ну. Впрочем, как бы сейчас перед выборами ситуация нагнетается. Не раз были заявления со стороны Демпартии, со стороны Либерал-Демократической партии о том, что если они не выиграют, они опять выйдут на улице и вплоть до 7 апреля. Как вы относитесь к этим заявлениям? В частности, было заявление Пистюка, да? Пистюка. Что если что? Что если они проиграют выбор, то будет что? Как на 7 апреля. То есть, в России здесь. То есть, получается у нас две вещи. Первое. Значит, если будет фальсификация выборов, люди выйдут на улицу. Если выборы пройдут честно и выиграют, так сказать, партии, которые действительно хотят что-то сделать, то есть, не коррумпированы, значит, нынешние партии власти, тоже не захотят, чтобы их отстранили, тоже выйдут на улицу. Получается, да. Вы сейчас записываете, да, уже? Да, все время пишут, я все равно вырежу. Да. Получается, что вот этими высказываниями значит, кто-то взял на себя ответственность за организацию митингов 7 апреля. Так получается? Что они берут на себя и что если люди не будут за нас голосовать, мы выйдем на улицу? Я не понял, честно говоря, что он хотел сказать. Я считаю, что когда спрашивают, знаете, есть такой вот старый анекдот, когда спрашивают у одного русского, когда русские наконец-то прекратят делать революцию. И ответ был такой, а когда русские делали революцию? Поэтому, конечно, теми высказами они берут на себя, что 7 апреля организовали они. Те, которые хотят еще выйти, да? Я так понимаю. На ваш взгляд, что нужно предменять для того, чтобы не повторились события подобные 7 апреля? Конечно, для этого нужно, чтобы поменялась вся политическая элита. Мне так кажется, потому что они просто зажались все, и народ не верит им, поэтому и это может и повториться. Никто не... Но если будут фальсификации, если я знаю, какая-то партия почувствует себя о том, что у них украли голоса, конечно, будут вводить людей на улицу, но это чревато больших опасностей. Потому что мы знаем, что такое народ, мы знаем, что такое толпа. Я, как работник полиции, знаю, потому что участвовал в охране общественного порядка, и начиная с... Как-то еще народный фронт выходил на улицу, по тем же нам еще знаю, есть опыт. Поэтому это просто опасно. И посоветовал в нашем политике мне шутиться. Кстати, хорошая феноменовая фраза. Не шутите. Вы когда сделаете, мы потом... А сколько время прошло? 20, да? 20, да? Даже за 20 минут. За 20 минут. Ну, посмотрите. Если я что-то не то сказал, вы там... Ну, смотри, же это уже сделайте. Все, благодарю вас. Давайте поддерживать связь и давайте, может быть, не только, чтобы вы выходили на пресс-конференции, приводили к нам людей, пусть они вот перед камерой, мы сразу это все дадим. У нас будет... Без промедления, в тот же день. Я думаю, на следующий день у нас будет пресс-конференция, еще одна. Еще одна. Тоже по... Субтитры создавал DimaTorzok